О, Орхан звонит. Слушаю, Орхан. Ах, слава Аллаху. Все в порядке, они уже возвращаются. Да, да, он сейчас рядом. Отец? Пусть такое больше не повторится. Алло? Женушка моя, как дела? Похоже, что все пошло как надо. Она уже по моему голосу все понимает. Это уже какой уровень, а, Сейран? Ферит, может, уже объяснишь все как следует? Я хочу знать, что с вами все в порядке. Да, все в порядке. Все встало на свои места. Сейчас мы все возвращаемся в особняк. Повидаюсь с мамой, потом приду к тебе, ладно? Я рада. Надеюсь, ты извлек урок из всего случившегося. Сейран, здесь очень пыльно, ничего не слышно. Я потом тебе... Давай-давай, издевайся, Ферит. Вчера ночью я говорила без шуток. Так и знай. Да ладно. Ну и но. Если ты не вернешься в особняк, то я стану жить у вас. Сейран, госпожа Дефне приехала с кем-то навестить тебя, дочка. Ладно. Сейчас выйду. Хорошо. Сейчас. Это мама Эсма? Сказала, что приехала госпожа Дефне? Сказала, что она приехала с кем-то, Сейран? Да? Не знаю, Ферит. Я разговаривала с тобой. Ладно. Увидимся. Мне нужно идти. Значит, приехала госпожа Дефне с кем-то, да, Сейран? Да, Ферит. Ладно. Мне нужно идти в гостиную. Я кладу трубку. Пока. Они скоро сведут меня с ума. Успокойся, успокойся. Не переживай. Не волнуйся, Ферит. Не волнуйся. Сынок, родной мой. Пусть такое больше не повторится. Спасибо. Мама, знаешь что? Если б ты видела дедушку, он вывернул всех наизнанку, представляешь? Да ты что? Не воспринимай сегодняшнее событие, как игру, Ферит. Тяготы этой жизни не посильная ноша для многих. Они подразумевают судьбы миллионов. Наших близких, нашей жизни, жизни наших любимых. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю, дедушка. Я просто не сдержал свои эмоции. Прошу прощения. Прости меня. Сейчас поезжай и привези мою невестку. Хочу сегодня за ужином собрать всю свою семью. Хорошо, дедушка. Мой господин, если позволишь, хочу съездить вместе с Феритом. Заодно проведу госпожу Хатуч. Отец, если позволишь, у меня назначено несколько встреч. Ладно, ладно, ступайте. Соберемся вечером за ужином. Мне этого достаточно. Занимайтесь своими делами. Ты в порядке? Я же тысячу раз сказал по телефону, что все хорошо. Ну и что, я хотела лично убедиться. Ай, мне больно. Прошу прощения. Где твоя рана? Дай посмотреть. Да это небольшая царапина. Ну и пусть. Хочу посмотреть. Вот. Не волнуйся, говорю. Дедушка всех вывернул наизнанку и растоптал, как букашек. Эта тема закрыта навеки. Спасибо вам. Ферит, мне очень стыдно. Все произошло из-за меня. Хорошо, что ты понимаешь это. Что такое? Ты куда-то собираешься? Поеду домой собирать вещи. Ты нашла себе жилье? У меня одно небольшое дело. Улажу его и потом вместе поедем. Нет, я не нашла себе жилье. И? Я возвращаюсь в Измир. На короткий срок, чтобы собраться с мыслями. Ну, Пило. Мы же говорили об этом и навсегда закрыли эту тему. Ферит, послушай. Вначале я думала, что это ты вредишь мне. Но когда... Когда я подумала, оставшись наедине с собой, то поняла, что я мешаю тебе. Пило, тогда больше не думай, оставшись наедине с собой. Хорошо? Никуда ты не поедешь. Мы найдем тебе хороший дом. Там ты и будешь жить. Хорошо? Ах, Ферит, прошу тебя. Не перечь мне, Пило. Ради кого я пошел на все это? А? Ты никуда не поедешь. Будешь ждать меня здесь. Понятно? Ладно, понятно. Показать тебе царапину еще раз? Все. Перинаола. Пока. Пока. Пока.